Ну что, всем привет! Здорово! Здорово! Как жить? Дай 2 рубля, да здорово! Да, точно! Ну что, дорогие наши друзья, наши подписчики и просто телезрители канала Добра и Позитива, Сергей Симонов и вы на вас снова вместе! И как вы думаете, что мы тут собрались? Ну правильно! Будет опять обзор! Обзор чего? Правильно! Машины! А какой? Скоро узнаете! Я даже боюсь представить, как мы на этой машине сегодня с Мономасом поедем! Как я на ней поеду! Серега, ладно! Там все дрожать будут просто! Сейчас посмотрим! На самом деле, ребят, не будем рассказывать, каких усилий нам, скажем так, я не знаю даже, предстояло там, скажем так, договориться, чтобы покататься и сделать обзор этой замечательной машины! Ну, короче, сами все увидите! Что там будем? Пришлось сказать хозяину, что у меня 10 лет стаж! Да! Так что, не знаю, ребят! То есть, реально, вот то, что вы сейчас увидите вот в этом ролике, да? Ну, это эксклюзивные кадры! Таких машин, по секрету скажу, всего 6 в Москве! Не буду говорить заранее! Сами все в ролике! Увидите и узнаете! Надеюсь, вам понравится! Давайте! Ну, что! Смотрите сам ролик! Смотрите обязательно! Лойс! Лойс Тэк! И как ты сказал еще? Это... Репост! Репост! Вот! Репост! В ВКонтакте репост! Репост! Обязательно! Репост! 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 Дизайн практически такой же! Немножко как бы его модернизировали, чтобы он не смотрелся совсем, да? Как эдуарно! Как что-нибудь еще скажешь прямо! Фары как-то, ну что такое, реально серьезный взрослый агрессивный вид. Да, тут особо по деталям как бы не пойдешь, потому что в DOS Challenger, матскую карту, ты особо больше ничего не скажешь. Здесь катки такие установленные, я даже не знаю, тут 20 или 21 может быть. Да, литые диски, это 22-е, литые диски. Ну то есть хром как-то, не, ну серьезно, вообще реально нарядная машина. Своебразная черта в древности, так сказать, при поднятии задницы перетекает, причем, обратите внимание, машинка, в общем-то, здоровенная, вот вам не бывает, как бы, она как бы поменьше, а тут, в общем-то, высокая, и причем она в длину тоже, в общем-то, здоровенная. Эх, машина там, видите, осторожно, в длину она, блин, вот ближе к 5-ти метрам, короче, идет. Да, где-то 5, вот эта штука нарядная, вообще класс. Хром как бы, все, в стиле, так сказать. Да, такой спойлер скоростной. Кстати, что у нас тоже, ну классика, это, в общем, можно сказать, так и было, как бы. Да, офигенно просто. Тоже спойлер, есть полосы, как бы, спортивные. Да. В принципе, это все, как бы, в стиле, это стиль такой. Такие трубы, хромированные тоже с двух сторон, можно посмотреть, да, с правой, с левой стороны. Да, платрубки, они такие, как бы, 6 литров. Да. Вам не игрушки, а ты. Что, давай внутри посмотрим, что есть. Витя, капот можно открыть, посмотреть? На. Так, ну что тут, датчика дождя тут нету, омывателя фар нет. В общем, эта машина заточена. Да, да, хорошо. Ну, давай посмотрим, что есть внутри. Обзор Dodge Challenger 2012 год. Да, понимаю, ломатка. Да, конечно. Руль трехспитцевый. Ну, тут, конечно, из пластика, как бы, идет. А приборная панель, ну, в принципе, то же самое, что, как бы. Ну, красиво, нарядно выглядит. Да, как бы, ну, в принципе, это так же, как бы, было так. Даже температуру, смотрю, стоит в фаренгейтах, а не в цельсии. Ну, это, наверное, можно все переставлять, сейчас, соответственно, нет никаких проблем. Можно перепрошить. Климат-контроль, смотрю, раздельный. Коробка-автомат. Ну, давай ты потом сядешь, в общем, да. Как обычно. Посмотрим, что тут есть. Посадки, что-то вкрутки, в данный момент. Комфортно, нет? Комфортно, а высоковатая такая она достаточно. Ну, да, здорово смотрится. Машина тоже, в общем, высокая, конечно. Американских тачек, вот от этих, вот, там, 60-й, 70-й, мустанг. Вот, 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 вот эта вся тема, мощь, там, так сказать, да, вот, неудержимая и так далее. Поэтому, вот, такие люди покупают. Не, ну, классно вообще такая. Не, ну, если бы она стоила, как в Америке, как бы, как она у них, там, не знаю, там, тысяч 30, там, баксов стоит. Максимум. Может, ну, самые начальные Они еще дешевле, там, 20 тысяч То у нас бы их бы расхватывали Я вообще не знаю как Но, к сожалению, суровая Как бы действительность, так сказать, российская Она... Торпеда такая, смотри, какая Огромная Не позволяет, как бы, да По такой цене, к сожалению, их покупать Да, ну, не знаю, мне кажется, что машина Такая вот, она Прям вызывает, да, прокатиться Попробовать всю мощь ее Зажечь, короче говоря Расход топлива, конечно же, у нее очень большой На компьютере можно посмотреть Я думаю, порядка 18 литров, а может быть и больше На сотню Ну и разгон у нее сумасшедший, порядка 5,5 секунд Вот у новых Доджи, особенно Те, которые пошли с 2012 года Немножко отличается внутренний интерьер салона Вот, он более такой, скажем Такой спокойный, более лаконичный Видите, да, отделка кожей Вот даже вот ручка такая Переключение автомата отделана кожей Вот, как бы ничего, в принципе, лишнего нет Но в то же время, тоже вот видите, да Кнопка старт-стоп То есть все это заводится Одним нажатием пальца Вот, очень удобно, как мне кажется Ну, по дизайну, да, все-таки соглашусь Что если там 2 ляма такая тачка, предположим, стоит, да Может, может, чуть-чуть дешевле, чуть дороже То, конечно, люди, когда смотрят на BMW, не знаю, шестерку, трешку То, у них, естественно, возникают очень большие вопросы Ну, мне кажется, это не когда купают, там, не знаю, второй машиной, да То есть не первая Ну, сейчас прокатимся на ней, попробуем Посмотрим, что она как на ходу себя будет вести Какие ощущения будут на дороге от нее Ну, че, Вань, как тебе машинка? Как аппарат вообще в целом? Доджик Ну, необычный Необычный, да? Здоровый Что-то в нем есть такое, да, мне кажется? Интересно Моща, американцы Моща, да Ну, учитывая, я говорю, то, что машина свежая Практически, ей там года еще нет Не знаю, мне нравится Вот такой вот доджик О, вот Такие вот лохлопные трубы Ну, короче, сейчас проедемся И попробуем, как все это дело будет выглядеть на трассе, на дороге Машины как дождь Валят, валят Челленджер, да Они заточены на, скажем так, на На старт Да Ну, что, сейчас с места посмотрим, на сколько она Максимально, да? Ну, там без подрусовки На соточку, я думаю, она быстро давает Посмотрим, как она вальнет Да Ух ты Прижимает, да, скажи? И благородный звук мотора Вжимает, вжимает Сколько там уже? Тут в милях, вот сейчас Восемь Восемьдесят миль Ух ты Не, ну это хорошо идет, да Восемьдесят Восемьдесят миль Ну да Прижимает здорово Угу Уверенно Уверенно И термоза такие достойные, да? Да, да, термоза тут Тоже, в принципе Не, ну чувствуется, конечно, моща, да? Да, и в повороте валит тоже Недурственно, так сказать, сжимает Да Не, ну благородно Ну да, она тягу Большую тягу обеспечивает Даже там К сотке И дальше, в общем-то Ну и красиво смотрится, конечно, на дороге Заслуживает уважения И привлекает Взгляды Прохожих И проезжающих автомобилистов Так сказать Вот так вот Надеюсь, вам понравилось Трушную, скажем так, американскую тачку Спорт Масклкары Знаменитые То есть Американская порода Все туда-сюда С классическим Ну полностью классическим Уходящим там В древноту, так сказать Дизайном Вот Посмотрели Пощупали Что, какие вот Выводы могу сказать Ну Пожалуй, действительно Вот, как бы Посмотрев Я, пожалуй, приду к выводу Что это действительно Как бы Вообще класс Огонь Она огонь, да Но она, как бы Действительно Она на любителя Потому что Если бы она стоила Вот, не знаю Как в Америке То там, блин Вообще Там Можно брать Не можно Там Бежать надо Три Да, эти три И такую И такую И красную Как бы Но у нас в России Она, волею судеб Стоит очень дорого И себе человек Просто, ну, не знаю Единственной машины Он себе не может позволить Я думаю Ну, он не будет Такой покупатель Единственной машины Я считаю Либо На какой-то Не очень длительный срок Скорее всего Он купит Ее второй Второй тачкой Там Первая Я не знаю Там БМВ Мерседес Там Не важно Ну Короче Не американская Скорее всего Будет Вот В принципе Как я тоже Я тоже смотрел Всякие обзоры Этих тачек Там Подобных Да, читал Как бы все верно В общем сказали То есть По мощи она Но она Она валит Да Она то есть Сжимает Вот мы АТС К примеру Да 276 Сделали Там валит Двигатель Как бы больше Раскручивается Валит Чуть мягче Здесь Более уверенно Вжимает Именно Вжим Такой Приличный Идет Валит Она Ну Тут Соблюдая правила Мы не стали Больше 120 Разгоняться Ну да То есть Во всем диапазоне Там Восемь Сто Я не знаю Она Вжимает Да То есть Внешний Дизайн Опять же Он такой Как бы Оригинальный То есть Все будут Смотреть На вас Вот там Да Привлекает Внимание Все дела Внутри Как бы Ну По размеру Нормально Сзади Места Считай Нет Хотя Серега Прокатился В лес Там Ну Там Конечно Ну да Скажем так Место Не сзади Только для сумок Вообще Вот у меня Ощущение Такое Да Сложился От этой машины Тачка Имиджевая То есть Эта тачка Не на каждый день Это чисто Знаешь Так вот Выехать Подружку Прогулять Там Знаешь Так вот Куда-то Там Вечерком Красиво Подъехать К какому-то Ресторанчику Клубчику Какому-нибудь Там Да Вот Такое У меня Сложился Ощущение От этой машины Ну Это Внутри Все-таки Я еще раз повторюсь Что конечно Здесь просто видно Что Очень все Бюджетно Идет И Здесь акцент Сделан на мощность Да Наверное На тягу Ну В десятый Расскажу Для тех денег Которых Она как бы В Америке Стоит Это Это нормально Да Для тех Цен Которые У нас Предлагают Там Всякие BMW МР Сможем Уже Смотреть Пусть Не столько Мощно Это Все равно Будет Мощнее Как бы Это Не знаю Там 6 литров Сколько Там Мы точно Узнали Больше 400 лошадей Ну Да Как бы Такого Конечно Это Ну Это Уровень Грубая Практически Там Всяких М Пятых М Шестых Они Совершенно Другие Денег Стоит Там Уже Ближе Пяти Лям Вот Ну Там Понятно Другой Ну Это Как Уже Две Три Машины Таких Вот Поэтому Конечно Только Любителям И только Второй Тачкой Они За Два Лям Если Отдадут Они Будут Смотреть Что Здесь Все Простенько Очень Сделано Реально Не Кожа Как бы Не Дизайн Какого Такого Классический Да 60 Так И Тоннели 4 4 Банки Или Как Называется Да Здесь Не Мелко То Высоту Там Голова Не Достает Даже Зазор Очень Большой Головой Как бы Обзор Настя Чуть Низковатые Стекла Достаточно Массивная Дуга Но Это В принципе Ничего Страшного Ну И Тачка В общем То Она Высоковата Несколько Вы Видели Да То То Она Высокая Не Приземистая Как Большинство Там Плюс У нее Такой Грубо Зубило Да То Дизайн В том Смысле Что Конечно Максималки У нее особой Там Не будет Ну Только Если Там Делают Супер Движки Ставят Тысяча Лошадей Она Просто Рвет Просто Все Рвет А Так Конечно ЦХ Скажем Так Умное Слово Обтекаемость У нее Конечно Неск Страдает Поэтому Уже Точно Подводя Итог Скажу Что Это Реально Тачка Для Любителей Именно Американского Стиля Маскового Кара Так Сказать Только Для Большинства Конечно Все Не Подойдет Тупо Выберут Бэшку Не Зная Трешку Которая Будет Такой Достаточно Овощной Но Как С Какими То Такими Премиум Задатками И так Далее Ну Так Друзья Такой Небольшой Обзорчик Надеюсь Понравилось Как Смогли Да Ребят Ну Блин Все Для вас Реально Можете Там Писать В Комментариях Там Все Остальное Но Реально Вот Мы Захотели Вам Сегодня Просто Представить Вашему Вниманию Такой Замечательный Аппарат Как Dodge Challenger До Скоро Да Реально Все Для Вас Все Спасибо Всем Пока С Вами Был Ванамаз И Сергей Чао Джокер Пока Пока